Невиновен. Суд Ганновера оправдал бывшего президента Германии Кристиана Вульфа. Политика обвиняли в злоупотреблении служебным положением с целью получения материальной выгоды на сумму всего 719 евро. Вульфу, который из-за этих обвинений досрочно покинул кресло президента, грозил штраф или три года тюрьмы. Татьяна Лугунова подробнее. Это дворец Белевю, резиденция президента Германии. Сейчас здесь живет Юахим Гаука, мог бы Кристиан Вульф. Его в 2010-м избрали главой государства сроком на 5 лет. Но Вульф ушел раньше, по собственному желанию, после обвинений в коррупции. Журналисты раскопали, будучи премьером земли Нижняя Саксония, политик якобы злоупотреблял служебным положением. Брал у богатых друзей льготные кредиты, отдыхал и издавал книги за их счет. Вот как он объяснил свое решение об отставке. События последних дней и недель показывают, что доверие ко мне существенно падает. Я считаю невозможным далее занимать пост президента. Ухожу в отставку и уступаю путь преемнику. Дело Вульфа передали в суд. После анализа всех обвинений присяжные согласились рассмотреть одно. Речь шла о получении материальной выгоды на сумму 719 евро. Выяснилось, что Вульф с женой останавливался в шикарном отеле Мюнхена за счет своего друга и кинопродюсера Давида Грёны Вольда. А потом, якобы в знак благодарности, помог ему найти спонсоров для нового фильма. Слушания длились 4 месяца. Судьи не усмотрели нарушение закона. Я благодарю всех, кто поддерживал меня эти два года. А теперь поймите, я с дочкой хочу поехать и забрать сына из детского сада, чтобы они увидели спокойного отца. Репутация Вульфа реабилитирована, но никаких политических последствий вердикт суда не имеет. Да и сам экс-президент не раз заявлял, политика его больше не интересует. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.